Рудите Калпеня Бриви Бас Калейбис Солдат Свобода Перевод Дали Трускеновской Читает Евгений Бразоль-Блюшковский Когда ему было около пятнадцати, он принялся гадать, почему оказался, а точнее родился именно в этом мире. В детстве он верил, что существует множество других, более уютных миров. Потом в страхе перед смертью успокаивал себя тем, что человек живет несколько раз, и в часы размышлений пытался вспомнить какую-либо из своих предыдущих жизней или вообразить будущую, но с годами мечты приходили все реже. Тогда он учился в школе и интересовался всем, чем положено интересоваться пятнадцатилетнему подростку. Музыка, девочки, прыщики на лице — так познается мир. Он избегал ровесников, гомон которых его то пугал, то притягивал, и все противоречия отрочества переживал в себе. Солнечным днем, сидя на лавочке во дворе, небо, над которым четырехугольник, ограниченный высокими стенами домов, он впервые встретился с бесконечным болезненным ощущением. Он не сразу принял эту щемящую боль, потому что задумал немало совершить, верил, что его агрессивность, энергия и ненависть имеют какой-то смысл. Он не сознавал, как незначительны его силенки и как потом самому же будет стыдно за собственную наивность. В мечтах он жаждал видеть сочную зеленую траву, слушать кузнечиков или наслаждаться совершенной тишиной, смотреть на женщин в чепчиках и крестьянских безрукавках, вмешиваться в рыночную суматуху, есть деревянной ложкой и еще, чтобы день был длиннее. Пока ему не исполнилось двадцать, он лишь одиноко удивлялся и униженно отдавался во власть происходящего. Он вглядывался в свою воображаемую независимую жизнь и пытался понять и оправдать свое появление на этом свете. Это было посерьезнее, чем вопросы, которыми мучились другие. То, как он задумал устроить свою жизнь. Размышляя и рассуждая в одиночестве, он утерял слезы бессилия. Почему так много людей обречены на такую, как у него, гнетущую жизнь? Он долго пытался нащупать ответ, спрашивать себя еще и еще, пока не устал. Его охватил ужас при мысли, что так придется прожить свою единственную жизнь. И возникло сомнение, а по плечу ли ему это нести? Это был трагический и неукротимый ужас, который охватывает человека только в ранней молодости, когда еще ощущаешь свое глобальное родство судьбами неизвестных и невзгодами всего мира, когда совершенно личные и эгоистические разочарования или боль переживаний еще не выводили на большую дорогу отчаяния и безнадежности. Минутами кто-то в нем бунтовал, заводился. За что мне это? Он становился сварлив и по-детски капризен. Стоит ли являться на свет лишь ради того, чтобы выдержать, бороться, тащить на себе воз? Он боялся стать похожим на тех, кого видел вокруг. Их гены в зазубринах, разрозненные, тонут в крови, и кровь взывает о расплате, но самую ничтожную непорядочность они принимают с бессильным смирением. Их так мало, что каждому кажется важным сохранить свое физическое существование. Это было вроде оправдания их инстинктивной жажды жизни и доступных мирских радостей, которыми можно наслаждаться, ничем не жертвуя ради этого. Были вещи, события, слова, которые могли вознести их на волне пафоса, но эта волна высоко взметалась и низко опадала. Кое-что и для них было свято. Иногда он чувствовал, что заблуждается, но надоедные будни подтверждали правильность его рассуждений. Он сделал парочку простых выводов. Чего стоит идея, которую никогда не осуществить? Чего стоит идея, которую так легко изуродовать? Одиночество раздражало его. Вечные попытки что-то нашарить на грани между «можно» и «нельзя» тоже. Он не верил, что он такой один, но всеми вокруг правил опыт прежних лет. И он, как те, кого он не нашел, не хотел однажды попросту исчезнуть. Тот, кого прославляли и чье имя призывали так же часто, как когда-то Божье имя, лежал у ног людей, и каждый, кому не лень, мог его разглядывать. И не осталось. Поэтому куда протянуть руки и откуда ждать доброты и жалости? Это была довольно большая нелепость, чтобы общество, скромное в своих желаниях и ленивое в их осуществлении, общество, фундамент которого были вмурованы пороки человечества, ненависть и зависть, так приблизилась к краху. Всюду было одно и то же. Он предавался размышлениям уже из последних сил отчаявшегося человека. Он с облегчением решил, что я могу изменить? Ничего и никогда. Я стал старым в тот миг, когда понял, что не могу ни на что повлиять. Он логически доказал себе, что если он действительно исключение, так потому, что смотрит на все со стороны и может оценить происходящее безотносительно к себе. Он чего-то ждал, метался, осмеливался, робко надеяться и сам иступленно издевался над этой надеждой, жил так день за днем и тупо предавался всему, что происходило, пока не сник в растерянности. Он перестал думать о других и бесплодно размышлять о мире, в который был водворен на жительство. Он уже никого не винил, только чувствовал, что понапрасну тратит жизнь. Он даже не пытался освободиться от осознания своего мучительного незнания и терзающей душу бессмысленности. Иногда воскресным утром он приходил в знакомый двор и почти что без помех предавался тем чувствам, с которыми никого не знакомил. Первые восемнадцать лет своей жизни он провел в громоздком доме, стоявшем в самом центре города. Когда-то дом свидетельствовал о достатке своих обитателей, но вот уже много лет задыхался от дыхания несчастливых людей, тлел от жара коммунальных склок и понемногу разрушался со своими крашенными паркетными полами, фанерными дверьми и тонкими перегородками, пересекавшими бывшие залы и гостиные, и долженствующими укрывать любящих, разделять разнополых и выделять изолированный угол для приезжих. Склад мясного магазина, куда можно было попасть со двора, по воскресеньям был закрыт, и он мог лишь в воспоминаниях созерцать картины конца 70-х у дверей склада. Он смотрел на небесный четырехугольник, не ведая, что годы спустя встретит людей, которые расскажут ему про небесный шестиугольник над площадкой для прогулок в доме напротив. И он будет переживать, что не почувствовал их присутствие там, по ту сторону шумной улицы, потому что окажется, что они одновременно смотрели в одно и то же весеннее небо. Они перестрадали то же, что и он, но уже будучи наказанными. Он думал о чужом доме, служившем всем властям, который уже давно должен был бы рухнуть от людских страданий, от стонов, которыми пропитался каждый кирпич, от крови и смерти. О замкнутом мире, которого он так боялся, в котором уже ничто не имело значения, в котором зеленоватые, замшелые от влаги и бессилия стены покачиваются от слабости, едва удерживая свое вымученное существование. Он не затем лишь приходил сюда, чтобы оплакивать ушедшее время и осторожно, балансируя на грани боли, прикасаться к давним переживаниям. Двор не хранил ни его первых поцелуев, ни грусти, прощаний. Они были разбросаны по лестничным площадкам, где он расставался с девушками. Ощутив тяжесть и радость возвращения, он чувствовал, что вырывается из назначенного ему времени и отпущенных ему чувств. И ясно сознавал, что никогда уже не станет таким, каким хотел бы быть. Его жизнь проходила в бесконечной созерцательной тоске, знакомой многим. И он мрачно чертыхался, броня свою жизнь, но всегда находил, за что зацепиться, чтобы остаться. Он при всем желании не мог никого пожелать и не хотел никого обрекать на жизнь в таком мире. Он думал о том, чего многие, подобно ему, никогда не изведают и не узнают. В скромной жизни они жадно хватались за любую иллюзию, сами смеясь над своей наивностью и все же надеясь. Он был одним из них. Пылающие, угрожающие полупустые улицы, жаркий и душный полдень, раскаленный воздух. В немом единении тысячи ожиданий в криках смельчаков. Он, обессилев, сидел в ближайшем парке и презирал себя за то, что боится оказаться среди тех обреченных, кого держит под замком триумф кровожадной расплаты. Дрожа от стыда, он успокаивал себя, что он ведь вместе с надеждами и стремлениями тысяч людей, но слишком хорошо знает, что не доживет до их осуществления. Он редко ходил по нервозным улицам бессмысленно переполненного города и избегал людей. Он скрывался, становился все безразличнее к своей внешности. Ему понравилось шагать ровно и четко, закладывать руки за спину. Лицо было оцепенелым, хотя хранило следы до внешних эмоций. Он работал на конвейере, пользовался репутацией чудака и молчуна, иногда встречался с неким юным существом, это его освежало. Даже богатство, которое когда-то казалось ему единственным выходом, с течением времени стало ему безразлично. Он знал, что мало на свете дорог, принадлежащих свободе, и что не ему их найти, потому что он не видел себя в том полку рядовых, что готовы своими телами устелить путь, ведущий к свободе. Субтитры создавал DimaTorzok Впервые опубликовано в журнале «Родник АВОЦ» номер 8 за 1988 год.